Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня мы, безусловно, поговорим об итогах прошедшего заседания американского регулятора и тех решений, которые фактически были приняты. Большую ставку мы сделаем, безусловно, под более важный сейчас фундамент, который уже буквально через несколько часов мы сегодня с вами ждем заседания другого уже регулятора европейского. И нас также интересует конкретика и новые вводные по основным параметрам денежно-кредитной политики. В отношении, скажем, европейского центрального банка и тех решений, которые будут приниматься, и сравнивая, опять же, эти решения с ФРС, у нас нету никаких сигналов, как это было, собственно, с американской монетарной политикой. Ставить на то, что она станет более жесткой. Более того, мы сейчас, безусловно, поговорим подробнее о евро. В очередной раз вспомним о тех причинах, которые могут стать основными для оправдания мягкой риторики. Вот на нее мы, собственно, и настраиваемся сегодня. Поэтому, переходя к основным событиям, которые грядут, прежде всего, мы следим за решениями Европейского центрального банка. По процентным ставкам это в 14.45 по московскому времени. И спустя 45 минут после этого, в 15.30 по московскому времени, нас ожидает пресс-конференция председателя Европейского центрального банка Марио Драги, который будет пересматривать прогнозы по инфляции, по экономическому росту. И должен уже подытожить все те комментарии и новостной фон, который касается перспектив программы количественного смягчения. И поскольку он является лидером мнения, скажем так, конечным оплотом вот этих решений, мы смело сможем ставить на его комментарии и на основании этого уже строить прогнозы о том, какая политика будет дальше. Помимо Европейского центрального банка и того, что произойдет с евро, я рекомендую сегодня также обратить внимание на движение британца. Мы сейчас подобрались с парой фунт-доллар к отметке 1.34. Нам нужны уровни повыше. Сегодня еще один отчет, который может разогнать вот это восстановительное движение и восходящую, собственно, динамику. В 11.30 по московскому времени будут публикованы данные по розничным продажам. Собственно, поговорим об этом релизе, когда переключимся на пару фунт-доллар. Ну а теперь давайте по порядку. Начнем мы с нефтянки, которая завершила прошлую торговую сессию с повышением 76.61. Это закрытие торговой сессии среды 76.49. Это уровни, которые мы наблюдаем сейчас. День оказался результативным прежде всего для покупателей черного золота. И им неплохо удалось использовать статистическую фундаментальную поддержку правительственного отчета по запасам нефти, по запасам бензина и дистилляторов. Если говорить непосредственно про эти данные, то запасы нефти в США резко снизились на 4,1 миллиона. Прогноз экспертов Global Puts предполагал о снижении на 2,3 миллиона. Снизились также запасы бензина и прочих нефтепродуктов. При этом стоит отметить, что снижение запасов оказалось чуть ли не одним из самых существенных за последние несколько месяцев. И то, что трейдеры отреагировали ростом на этот отчет, ну локально может быть понятно. Но этот локальный рост не будет иметь какого-то долгосрочного продолжения. Тем более, что вкупе с этими данными у нас была возможность с вами разобрать отчеты и по росту нефтедобычи. И здесь стоит отметить то, что хорошие новости были и для продавцов. Собственно, как сообщила администрация энергетической информации, производство нефти в Штатах за прошлую неделю, завершившуюся, получается, 8 июня, то есть там хронология вот этих отрезков по среду, производство нефти выросло на 100 тысяч баррелей в сутки до показателя в 10,9 миллиона баррелей в день. Это не оговорка, это действительно цифра, которая сейчас, ну по меньшей мере, должна бросаться в глаза. Потому что 10,9 миллиона при сохранении темпов прироста, который мы видели на прошлой неделе, может легко быть конвертирована в уже психологический рубеж, в 11 миллионов. И если статистика по росту производства будет в соответствии с цифрами, которые мы получили вчера, скажем, еще 2-3 недели, то Штаты еще до конца, собственно, этого года, да какой там конец, мы говорим даже о первом полугодии 2018 года, смогут не то чтобы приблизиться к уровням добычи, которая характерна для России, а уже посоперничать с ней за первое место. Ситуация, конечно же, развивается гораздо быстрее, чем мы думали. Сланцевый бум, он продолжается. Да, мы видели прогнозы и администрационной, и чайской информации, мы следили за этими цифрами, но все же были какие-то внутренние тормоза, которые позволяли нам говорить о том, что этот рост, он не может быть таким лавинообразным постоянно. Но судя по тем цифрам, которые мы сейчас получаем, действительно Штаты продолжают использовать те преимущества и возможности, которые им подарили прочие участники энергетического рынка, тем, что примкнули к соглашению по снижению объема добычи. США, как вы знаете, в этой сделке не участвуют. Поэтому, говоря про очень важную, сакральную, приближающуюся дату для всего рынка черного золота, это 22 июня, я не устаю повторять, друзья, то, что мы должны ориентироваться и верить, то, что условия этого энергетического пакта будут пересмотрены, потому что, мягко говоря, того требует текущая ситуация. Мягко говоря, это нужно сделать, потому что, в конце концов, Штаты станут ключевым нефтедбывающим регионом в мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане будущей навязанной конкуренции и, скажем, спроса на американское сырье со стороны ключевых потребителей. Почему я делаю ставку на спрос и на то, что американская нефть потенциально должна и может пользоваться большей популярностью? Да потому что, посмотрите, сколько стоят контракты WTI. Они практически на 10 долларов дешевле, чем тот же самый Brent. Здесь элементарный экономический подход, целесообразность и чувство вот этой выгоды, оно тоже расставляет все на свои места, позволяя покупателям уже переориентироваться на американские рынки сбыта. Мы продолжаем следить за статистикой, друзья, продолжаем ждать 22 июня, следующая пятница, собственно, это заветная дата. Я думаю, что рынок, безусловно, еще будет ходить в довольно, возможно, даже широком диапазоне. Я допускаю то, что локальным может снова проявиться и интерес к нефтянке, стоит только появиться комментариям, опять же, со ссылкой, пусть на ту же самую Саудовскую Аравию, о том, что могут все же поднять вопрос неизменности сохранения этой сделки до конца 2018 года. Но это спекулятивная война новостная, которая может развиться для того, чтобы подогреть интерес к самому событию, для того, чтобы разогреть волатильность на рынке черного золота, все же должна в большей степени сейчас долгосрочными трейдерами нивелироваться, потому что все вводные, все необходимые части уравнения уже получены. И достаточно просто их сложить в единую формулу, чтобы понять, что сделка должна быть пересмотрена. Именно энергетический пакт выступал в последнее время основным драйвером для роста. Соответственно, без поддержки этого фактора рынок может не то, чтобы развернуться, а наконец-таки начать развивать ту нисходящую динамику, которая должна была бы проявиться уже очень давно. Также, помимо данных по росту нефтедобычи в США, хочу привести вам в доказательство еще один отчет, ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, которое, собственно, зафиксировало прирост производства нефти в странах ближневосточного картеля на 50 тысяч баррелей в сутки. Вы помните, что до этого сам ОПЕК сделал оценку и провел мониторинг показателей добычи, отчитался о том, что производство нефти выросло там на 32 тысячи баррелей. Но у Международного энергетического агентства немного другие цифры. Важно то, что еще до фактически принятых, возможно, тех решений, которые будут приняты 22 июня, мы видим уже нарушение этих обязательств. Теперь нужно все-таки уместить и заключить это в договорные рамки, нужно согласовать новые квоты. И эти квоты, конечно же, будут более значительными, нежели чем те, которые сейчас являются индивидуальными для участников этого парта. Поэтому я настраиваюсь на 22 июня. Я буду держать вас в курсе всех этих комментариев и событий, которые будут на рынке. Но все же мой медианный такой прогноз, сердцевидный, можно сказать, он неизменен. Я присматриваюсь только лишь к продажам. Соответственно, я даю рекомендации вам, когда есть хороший уровень, когда можно продать. Каждый день мы публикуем торговые идеи на нашем сайте. Там тоже конкретные уровни и с тейк-профитами, и с ток-лоссами. Если вас интересует нефтянка, вы можете ориентироваться в том числе и на эти идеи. Рубль 62.50. Мы говорили о том, что слабость нефти двумя днями ранее должна была привести к девальвации рубля. Наша цель дневная была в районе 63, хотя я, безусловно, не говорил, что нужно фиксироваться по мере теста этой планки, потому что мы сможем получить еще больший профиль, когда пара доллар-рубль будет на отметке 64-65. Видели этот уровень 63, то есть он стал абсолютно реальным. Это значение не вызвало никакой шумихи. И все те, кто вообще хотел ответить на вопрос, почему рубль стоит сегодня 63 против доллара, легко могли аргументировать эту позицию. То есть, друзья, это еще одно доказательство того, что сам валютный рынок и те изменения, российский валютный рынок, которые происходят в российской монетарной политике, исходя из ориентиров по-прежнему ключевых на происходящем на рынке черного золота, Эта политика стала уже новой реальностью, обыденностью, это политика ослабления курса рубля. Мы не ждем каких-то супер, конечно же, заветных ориентиров, там 70, я думаю, что много воды еще утечет, прежде чем рубля. Будут основания добраться до этой планки, и прежде всего нам нужно убедиться в том, что рынок нефти получит достаточно топлива для развития нисходящей динамики. Но ближайший ориентир 65, друзья, мы сделаем. И вот по мере теста этой планки вам нужно будет принять решение о том, идете ли вы за экстра прибылью, то есть ориентируйтесь на цели повыше, либо фиксируйте то, что будет. Но я думаю, что можно будет довольствоваться и не таким уж и малым. И 65 является довольно неплохой целью. Евро против доллара сегодня в центре внимания. Сразу хочу предложить сделку с целым лимитом с отметки 1.18.50. Ориентируемся мы на слабость евро. Даже несмотря на то, что всю прошлую неделю нас забрасывали комментариями со ссылкой на разных представителей еврозоны, монетарных денежных властей о том, что ЕЦБ поднимет вопрос о сворачивании программы количественного смягчения, я остался приверженцем и верным прошлой позиции, в соответствии с которой у Европейского центрального банка нет объективных оснований, чтобы отказываться от той политики, которая проводится. И каждый день, друзья, когда мы с вами разбираем то, что происходит на рынке евровалюты, я привожу вам в доказательство слабости экономической конъюнтуры актуальные цифры, статистику свежую, актуальную. И последние данные, которые мы с вами вместе разбирали, они подавляющим образом, основным костяком указывали нам на то, что еврозона сейчас не то чтобы утратила импульс экономического роста, то, что происходит в еврозоне сейчас, это уже база для того, что экономическое восстановление будет затухать в будущие периоды. Мы говорили с вами и про цифры по первому кварталу, то, что они серьезно не дотянули до целевого антира Европейского центрального банка. У нас вчера, кстати, снова блок данных по промышленному производству еврозоны, и очередное снижение в месячном выражении, спад практически на одну единицу со прошлого роста на 0,5%. В годовом выражении цифры тоже довольно скромные, 1,7% с прошлого 3, без промпроизводства и без нормальных показателей активности в сфере услуг, ну, конечно же, экономика не может демонстрировать те темпы экономического расширения, которые могла бы показывать, если бы цифры были бы другими. Но мы работаем с тем, что есть. И вспоминая еще то, что происходит в Италии, есть доводы в пользу того, что уже не нужно обращать на политический фон итальянского происхождения, как на фактор серьезного негатива. Но есть также и доводы о том, что евроскептики могут еще и удивить. Здесь мы все-таки знаем не все детали их будущей программы, но отдельные тревожные звоночки, они, конечно же, уже прозвенели о том, что, собственно, итальянское правительство нуждается в больших дотациях и субсидиях со стороны, собственно, монетарных властей всей еврозоны. Я об этом вам также говорил. Да, были положительные комментарии о том, что итальянское правительство приверженцы евро и не будут, извините, поднимать вопрос о выходе Италии из состава Европейского Союза. Но не будем пока говорить ГОП, потому что очень много еще неизвестных вот этого нового сформированного политического курса. И если уж сам Европейский Центральный Банк говорит о наличии серьезного риска неопределенности именно в плане Италии, я думаю, что мы, как минимум, тоже должны касаться этой темы. Сегодня, друзья, настраиваемся на мягкую риторику, потому что Европейский Центральный Банк, скорее всего, именно ее и сохранит. Ждем комментарии Драги и ждем о том, что он обозначит по пунктам ряд проблем, которые остаются неразрешимыми, вследствие которых Европейский Центральный Банк вернется к вопросам сворачивания программы количественного смягчения только в тот момент, когда условия на рынке будут достаточными для этого. Кстати, этот комментарий может быть абсолютно тождественным с тем, что мы слышали вчера от господина Джерома Паула, который возглавляет на американский регулятор. Ну, собственно, давайте плавно перейдем теперь к доллару японской иене. Здесь мы можем подвести итоги о том, что ФРС поднял процентную ставку. Это было абсолютно прогнозируемым решением, потому что иначе и быть не могло. У ФРС было достаточно для этого довода, было достаточно для этого основа. И буквально с дадим до заседания американского регулятора вышли потрясающие просто данные по инфляции, которые, кстати, сам Джером Паула вчера характеризовал как крайне вдохновляющие. А теперь, что касается подробностей именно этого заседания ФРС, есть ли причины, чтобы постфактум прошедшего заседания, ориентируясь на то, что сейчас доллар и японская иена не достигла тех уровней, которых могла бы достигнуть, в связи с тем фундаментом, который был отказываться от длинных позиций. Конечно же, нет, друзья, я даже сразу хочу предложить вам сделку для тех, кто еще не торговал парой доллара и японской иены. Это buy limit с отметки 109.80 в расчете на то, что рост доллара, может быть, долго запрягают, но все-таки потом движение будет динамичным. И американская валюта будет опираться на не только то решение, которое принято, собственно, ФРСом, а еще и на то, что американский регулятор дал понять, что ставки будут весьма агрессивными темпами повышаться и дальше. В частности, можно разобрать сначала заявления, в соответствии с которыми так и было отмечено, что дальнейшие темпы повышения ставок будут зависеть от темпово-экономического роста, прогресса на рынке труда и, собственно, показателей инфляции. Везде все замечательно в плане этого афона, поэтому условия для повышения ставок созданы. ФРС дал понять, что будет повышать ставки еще дважды в этом году и четыре раза в 2019 году. Ну да, пока еще рано, конечно же, смотреть в 2019 год. Много времени еще пройдет и очень сильно может измениться ситуация. Но так агрессивно, собственно, политики. По поводу безработицы ожидается еще больше снижения, до 3,5%. Я абсолютно согласен с представителями ФРС о том, что это более чем реальный показатель, потому что темпы, собственно, роста новых рабочих мест остаются на высоких значениях, и американский рынок труда близок уже к показателям максимальной занятости. Что касается Джерома Пауэлла, то он распылся, собственно, в комплиментах. Когда-то это делала Джанет Йеллен относительно состояния экономики и лично сделал комментарий о том, что после последних данных по инфляции он видит возможность для и четвертого, четвертое это ключевое слово, повышения процентной ставки в этом году. Поэтому, как мы с вами и хотели получить доказательства того, что ставки будут повышены в сентябре и в декабре, эти доказательства как таковые были получены. Поэтому еще и на фоне блестящего прошедшего саммита в Сингапуре между лидерами США и Северной Кореи подписаны декларации. И, собственно, вот этом конструктивном позитиве, который снял с рынков, пожалуй, один из самых острых вопросов геополитической напряженности. Ну, нет сейчас причины отказываться от длинных позиций, поэтому держим эти ордера в расчете на то, что пара доллара и японская иена закрепятся выше отметки 111.50. Фонд против доллара 1.34, друзья, данные по инфляции. Кстати, я был крайне удивлен, что вчера индекс потребительских цен оказался на отметке в 2,4%. Почему я был крайне удивлен? Потому что у нас уже много регуляторов отчитались о показателе инфляции. И везде мы видели общее, что существенный, крайне значительный рост цен на нефть привел к разгону показателей инфляции. Везде это было так, но кроме Англии. Поэтому что-то здесь неладно явно. И я считаю, что на самом деле индекс потребительских цен должен еще проявить себя в плане разгона. Но, может быть, в плане Англии требуется более долгий период того, чтобы эта статистика была отражена, то есть эта логика была отражена в реальных цифрах. И, возможно, в следующем месяце индекс потребительских цен окажется выше. Текущим значением я склонен не верить. 2,4% это очень мало. Это был бы нормальный уровень, если бы, скажем, цены на нефть сейчас держались в районе 65, ближе к 70 долларов за баррель. Но не тогда, когда мы видим котировки Brent в районе 77 долларов за баррель. Сегодня роничные продажи. Соответственно, и этот отчет мы тоже будем анализировать с вами с точки зрения того, сможет ли он повлиять на ауссовское решение по процентной ставке. И, в любом случае, у фунта уже пошел этот восстановительный импульс. Я надеюсь, что вы можете, скажем, аргументировать позицию дальнейшего роста, исходя из тех ожиданий, которые есть по процентной ставке, исходя из не такого серьезного разрыва между показателем инфляции, динамикой роста заработных плат. В общем, все должно встать на свои места в ближайшее время. И считаю то, что наша длинная цель по фунту против доллара на отметке 1.37, она по-прежнему актуальна. По австралийцу, друзья, 0.7550. Сейчас продолжаем снижаться. Вышли несколько часов назад данные по рынку труда, которые оказались хуже прогнозов ожиданий. И еще одним негативным моментом для стран и валюта стран Океании. Австралийцы и Новозеландцы выступили крайне удручающие данные по роничным продажам и промышленному производству Китая. Там в обоих случаях зафиксирован также серьезный спад. Негатив усиливается в отношении австралийского доллара. Надеюсь, что вы вместе со мной остаетесь в коротких позициях и ждете также цель 0.73. Друзья, из важных событий сегодня смотрим за Европейским центральным банком. Много уже было сказано, что и реально на что мы можем рассчитывать, что может быть сказано, озвучено представителями Европейского центрального банка и лично Марио Драги. Но остается только сейчас снова не забывать про потенциал слабости европейской валюты. И этот потенциал может быть реализован, если Европейский центральный банк сегодня подтвердит приверженность мягкой экономической политики. По уровням торговли также уже поговорили. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что волатильность на рынке ожидается значительной. А поэтому, как только есть свидетельство роста волатильности, нужно быть более внимательным к правилам управления капиталом, риск-менеджменту. И с большим уважением относиться к привычным защитным механизмам, которые есть в распоряжении у каждого трейдера. Это как минимум возможность выступления ордеров на стоп-лосс. Надеюсь, вы про это не забываете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.